Привет, Страж! Ты смотришь канал Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2 Военный Разум. В этом ролике я расскажу, какие бонусы получит каждая экзотическая пушка, если вы прокачаете её до уровня Абсолют. Напомню, что способ сделать экзотик Абсолютом для каждого оружия индивидуальный, а потому нельзя в двух словах объяснить, как сделать любую пушку лучше. Однако гайды по Абсолютам абсолютно точно будут. Хе-хе. Данные о цифрах, которые я назову дальше в ролике, выудили датамайнеры, так что нет оснований этим цифрам не верить. Любопытно, что данные есть не по всем экзотам, но по большинству, даже по тем, например, которые в текущем третьем сезоне не получили возможности Абсолют. Так что мы прям как вексы будем сейчас в будущее заглядывать. Итак, начнём. Вот так вот коллекцию открою прям и по порядку буду называть. Единственное холодное сердце пропустим сразу, по нему инфы-то как раз и нет. Милое дело получит специальный перк «Серьёзное дело», благодаря которому, как только пулемёт наберёт максимальную скорость раскрутки, флинч от попаданий в вас будет фактически полностью пропадать, что поможет заливать тонну свинца в одну точку. Безжалостный получит плюс 40 единиц к эффективному расстоянию и плюс 40 единиц к стабильности. Звучит как просто ничего такой баф. Бойцовый лев получит плюс 30 единиц к скорости перезарядки и специальный перк «Химера», благодаря которому после атаки из льва и переключения на силовое или кинетическое оружие, вы получите на короткое время баф к скорости обращения с оружием и к критическому урону. Старатель обзавёлся с 40 единицами сверху к радиусу взрыва и 70 единицами к размеру магазина, ну и ещё получит специальный перк, который дополнит размер магазина. Штурм плюс 20 к дальности стрельбы и плюс 40 к скорости обращения с оружием. Может с такими бонусами он станет чуть более стрелябельным. Солнечный выстрел и без того замечательный револьвер получит плюс 30 к расстоянию и плюс 20 к стабильности. Крыло бдительности получит... присядьте... Перк «Фул авто». При зажатом курке этот монстр будет теперь заливать врагов в горнила просто без остановки, только знай с отдачей справляйся. Звучит очень круто и страшно. Гравитоновое копьё. Если его ещё кто-то не тестил, самое время. Пушка стала одной из моих любимых. Думаю, про неё даже отдельный ролик в ближайшее время сделаю. В режиме «Абсолют» она получит плюс 20 к расстоянию, плюс 15 к помощи в прицеливании и отдельно перк «Хидден Хэнд» на лучший АИМ в довесок. Уордклифской катушке ещё больше улучшат трекинг. Клятва «Небожога» улучшит дальность стрельбы на 20 единиц. Ваш любимый дробовик «Буксировочная пушка» получит бонус в 50 единиц к параметру вместительности магазина, как в характеристиках, так и благодаря ещё дополнительному перку. Можно подумать, если и добавить столько патронов, ей станут пользоваться. Так, эта вещь не нуждается вообще ни в чём, удаляйте. Крысиный король. Сайдармой правда станет королём, плюс 20 к помощи в прицеливании и скорости перезарядки. Получит специальный перк, благодаря которому эти параметры ещё больше вырастут, а в момент, когда игрок будет уходить в инвиз, он ещё и уровень здоровья будет восстанавливать. Но вы видели демонстрацию улучшений, которые хвастались Банджи ещё до релиза DLC? Этот пистолет теперь реально просто монстр! Северное сияние улучшит скорость перезарядки на 20 единиц. А Дарси стабильность тоже на 20 единиц. Анализатор рисков улучшит эффективное расстояние на 30 единиц. Автомат жесткий свет улучшит стабильность на 25 единиц. Надеюсь, это будет ощущаться, а то ему её всегда не хватало как-то. Мидомульти инструмент получит перк Outlaw. Не помню, как он называется в русской версии игры, но суть такова. Убиваете противника в голову и получаете ультра-быструю перезарядку в качестве награды. Линза Прометея. По 20 единиц к скорости обращения с оружием и к стабильности. Спасибо, что не к урону, а то могли бы затроллить. Колония. Как ни странно, тоже в списке. Получит этот гранатомёт плюс 10 единиц к магазину и перк на увеличение этого же параметра. А, вот смотрите, тут затроллили. Жуков мало? Теперь побольше будет. Багрец просто плюс 20 единиц к расстоянию. Телеста 60 единиц в магазин и специальный перк на увеличение этого же самого магазина. Вот для телеста полезно, за телеста не обидно. Нефритовый кролик плюс 30 к стабильности получит. Ему она и правда будет полезна. Кстати, надо бы потестить, как он после обновления себя чувствует. Нулевая мировая линия. Этому мечу добавят перк, который сократит время на активацию перка Тессеракт. Я, кстати, просто кайфую от этого меча. Очень круто выглядит, очень круто играется. Шик. Сурас режим. Автомат получит снижение отдачи и перк, который даст шанс восстановить здоровье после убийства. Спящий симулянт. Улучшит на 75 единиц время заряда с помощью специального перка. Короче, этот красавец, похоже, опять станет важной частью арсенала стражей на походах в рейды и страйки. Полярное копье получит перк Драгонфлай, который будет взрывать противников от убийства в голову, нанося урон окружающим врагам. Вот такой вот список. Возможно, он будет пополняться уже очень скоро. Пишите в комментариях, какой экзот будете делать Абсолютом в первую очередь. Какой перк понравился. А я пока прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, чтобы оставаться на связи. Пока.